Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, поздравляю вас с сегодняшним великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник очень любят в Русской Православной Церкви, и он связан с видением, которое видел в Церкви Блаженный Андрей и его ученик Епифаний, когда в Константинополе была большая беда, когда варвары хотели захватить его, и все люди единодушно молились в храме о спасении города. И Андрей увидел, что в храме вместе с ними молится Богородица, которая простирает свой головной платом, а фор покрывает им всех людей и молится с нею множество святых, множество ангелов. И вот это отверстие неба, отверстие какая-то, даль какого-то вечного измерения, которое открылось Андрею и Епифанию, она показала то, что Божья Матерь защитит город. И в скорости действительно город был освобожден, и враги отступили. И этот праздник мы вспоминаем, и особенно, еще раз повторю, его чтут на Руси, потому что каким-то особенным материнским чувством веет от этого праздника. Потому что Божья Матерь, как мы знаем, Божьей Матери усыновил самого своего любимого ученика Христос при кресте, когда сказал Иоанну Богослову, это мать твоя, а ей сказал это сын твой. И с тех пор Иоанн Богослов взял ее в свой дом и ухаживал за ней, и принимал ее, в общем-то, и любил ее, как свою родную мать. И можно так сказать, что через Иоанна Богослова Господь всех нас, всех верующих людей, тоже усыновил своей Матери. И поэтому мы молимся ей, как заступница Великой, поэтому мы знаем, что молитвы ее перед ее Божественным Сыном особенно сильны. И мы знаем, что эта молитва растворена как какой-то особой именно вот женской, материнской любовью, которую прощает, которую любит, несмотря ни на что, и которая готова простить много. И если Божья Матерь прощает человека, то уже и Сын ее, Господь наш Иисус Христос, тоже не осудит и тоже простит. И вот этот образ того, как Божья Матерь держит амафор, держит платок над людьми, таким образом их защищает, мне, например, не совсем было понятие, но он, конечно, уже сложился в нашей культуре, в нашей иконографии. Мы уже как бы воспринимаем вот этот амафор как какую-то защиту, но если задуматься на самом деле, да, это просто платок женский, от чего он может защитить и как он, собственно говоря, может защитить человека, и уж тем более множество людей. Ну вот один раз, когда я гулял со своим сыночком маленьким еще летом на улице, я наблюдал такую картину. Было очень жарко, была середина лета, и мама со своим маленьким ребенком в коляске гуляла. И вот как она не пыталась его как-то в тень спрятать, не получалось, так поставят коляску, солнце падает, так поставят, опять солнце падает. Вот. И вот тогда она снимает с себя свой платок, и над этой коляской как бы его разворачивает, простирает, и таким образом вот этой тенью защищает своего ребенка. Хотя сама подставляет свою голову под этот зной, под солнце. Но вот несмотря на это, главное для матери защитить дитя. И вот так же Божья Матерь, снимая с себя этот головной покров, этот амафор, простирает его над всеми нами, защищает нас, и мы этот праздник вот с таким настроем, особенно сегодня, как раз и встречаем и празднуем. Ну, кроме того, это еще и какая-то календарная все-таки перемена, да, это 1 октября по старому стилю. Это начало такой уже совершенной осени, да, когда во времена Оны, когда наша страна была все-таки страной аграрной в основном, и многое зависело от вот этих циклов уборки там, значит, страды там, посева и так далее, то это было время такого, ну, как бы сказать, выдоха такого, послелетнего труда, после сбора урожая. Вот крестьяне собирали вот свой урожай и начинали уже праздновать, так сказать, то, что надо было праздновать. А что праздновали? Свадьбы в основном как раз на это время откладывались. И вот это было время такого осеннего празднования, осенней радости, когда еще не холодно, еще не надо слишком много сил и времени тратить на то, чтобы протопить свои жилища, да, когда еще в изобилии продукты и всякое снеть, когда нет никаких постов. И вот были такие, так сказать, время свадеб на Руси. Вот, всех вас поздравляю с сегодняшним праздником. Всем желаю покрова Божией Матери, чтобы мы всегда ощущали его, чтобы мы помнили, что она молится за нас, своему возлюбленному сыну, и чтобы мы тоже об этих молитвах не забывали. Спасибо Господи, храни всех вас Господь и Его Пречистой Матери. Причастники, выслушайте благодарственные молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!